Добрый день! Добрый день всем! Сегодня мы делаем прогулочку по спальному району города Йередемара. Это район Финальс, спальный район, скажем так, в частном секторе, где дома, где живут испанцы, не только испанцы, покупают здесь и другие квартиры. Дома здесь хорошие, но очень как бы уже старые. Но сам район здесь очень хороший. Вот такой делает живую изгородь. Улица тихая, тут редкая машина проедет. Хорошо жить в таком районе, когда тихо. Туристы здесь мало ходят, потому что нет гостиниц. Гостиницы в другой стороне. Тишина. Очень много зелени здесь. Погода чудесная. Очень хорошо прогуляться по такому городу. И домики все такие ухоженные. еще старые постройки. Ну, многие поперестраивали, поделали новые. Но все равно чувствуется то время. Маленькие окошки. Вот у меня спрашивали, почему маленькие окошки в домах? Окна. Ну, потому что здесь летом жарко, а зимой прохладно. Достаточно ветер может с гор быть, поэтому окна делают маленькие. В домах строят камины, обогреваются. Ну, зимы не так холодные здесь, но прохладные. Если кирпичный дом, то, конечно, а дома-то здесь все кирпичные, то, конечно, прохладно. Поэтому окна маленькие, а зимой держат тепло, а летом не дает такой жаре. И очень комфортно в таких домах. А вот такой фикус красивый растет. Большой-большой. Листья такие крупные. А вот такая живая изгородь в доме. Наверху дома. Видите, какая красивая изгородь. Наверху дом. Красивый дом. Все останавливаются, все снимают. Вот такая живая изгородь красивая. Осенняя. Вот пейзаж Лоретто. Гора, гостиницы. Но через решеточку, потому что высоко не подняться. Внизу дома. И вот в основном гостиницы с этой стороны. Это гостиницы. Район спальни закончился. И пошли гостиницы, которые идут прямо в центр. Это самбо-гостиница. И пошли другие. Все гостиницы. На этом наша прогулочка по спальному району города завершается. Спасибо всем, кто был с нами. Кто посмотрел видео до конца. Подписывайтесь. Будем очень рады новым друзьям. До свидания.